История этой фотографии началась двумя неделями ранее. 24 октября 1993 года на Гран-при Японии и трассе Сузуко. Гран-при в тот день был не самым простым. Погода в стране восходящего солнца переменчивой, а ситуация на трассе довольно острая. В тот дождливый день бразильский волшебник Каэртон Сенна продемонстрировал все свои самые лучшие качества на трассе, в блестящей манере выиграв гонку в Японии в своем предпоследнем старте за Макларен. Впрочем, несмотря на насыщенные гоночные события, большинству болельщиков Формулы-1 этот этап на Сузуке запомнился исключительно тем, что произошло после гонки. В Гран-при же внезапно для всех начавшийся дождь спутал многие карты, и одним из последних на свой пидстоп за уже точно дождевой резиной направился и новичок сезона, который послужил главным триггером для последующих событий. Новичком этим, о котором и идет речь, был Эдди Ирвайн. Заехав за дождевой резиной последним из пелетона, откатившись на десятую строчку, мучаясь от боли в спине, но все же продолжая свой путь на пустых баках, Ирвайн мог ехать в довольно быстром темпе и поэтому не поспешил пропускать на круг лидера, которого увидел в своих зеркалах. В итоге бразильцу, конечно, удалось обойти его, но только после того, как Эдди поскользнулся в повороте Дегна. Оказавшись за Маклареном Сенны, гонщик Джордан не сбавил темпа, потому что все еще был намерен побороться со своими соперниками впереди. Так что Эдди, недолго думая, тут же обогнал Сенну в шикане, вернувшись в круг с лидером и даже начал отрываться от изумленного бразильца. Однако, совсем скоро он снова шире вышел из поворота, чем Айртон и воспользовался, вновь опередив кругового. После этого эпизода Эдди вступил в сражение с Дерриком Орвиком за позицию. Депутант F1 посчитал, что соперник ведет себя излишне агрессивно и при прохождении шикана легонько задел его, но этого оказалось достаточно, чтобы пилот футворка развернулся и остановился на обочине. И вот тут надо сказать, что Ирвайн знал все хитрые лазейки на Сузуки. Ирвайн провел несколько лет в японской Формуле 3000 и хорошо знал эту трассу и отлично по ней ездил. За последние три сезона в японской серии он провел здесь целых 11 гонок и проехал бесчисленное количество кругов. Так что трассу он, конечно же, знал наизусть до каждой ямки и кочки. К тому же на квалификационных шинах времена в японской F3000 были здесь сопоставимы с Формулой 1. В общем, чувствовал он себя тут как рыба в воде. И вот в конце очередного круга Эдди во второй раз вернулся в круг с лидером вновь, опередив Сенну, на этот раз правда следуя указаниям команды. И в результате он финишировал шестым следом за своим напарником. Надо сказать, что очки в те годы получали первые шесть финишировавших гонщиков. И таким образом Эдди вошел в немногочисленное число пилотов, получивших зачетные баллы в своей первой же гонке в Формуле 1. Ну а дальше, как гласит легенда, выпив призового подиумного шампанского, добавив сверху немного шнапса, что делает людей к нему непривычных немного агрессивными, и получив подначивающих и подстрекающих фраз от Герхарда Бергера, мол, «А чё такого-то? А чё, кто там тебя заплакировал? Эдди отлично провел гонку! Да и вообще, а чё тут сидеть и перетирать, когда можно пойти и закончить всё раз и навсегда?» Сенна направился прямиком в расположение Джордана. Где и произошла та известная перепалка, в ходе которой Сенна называл Эдди идиотом и совсем не гонщиком, а тот, в свою очередь, говорил Сенне о том, что вообще-то ездить надо было бы побыстрее. После этих слов Эртон как-то неуклюже ударил Эдди, сидевшего на столе. И были разбирательства, была немилость от Фея, были попытки отстранить Сенну от гонок, но две недели спустя на Гран-при Австралии 1993 года члены команды Макларен в шутку положили боксерские перчатки в кокпит Сены, подарив нам эту необычную фотографию. Интересно, интересно. Интересно, что Ирвайн в своё время буквально боготворил Сенну и был его поклонником. И даже шлем свой сделал по мотивам шлема Сенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова